Новый российский препарат для лечения COVID-19 будет поступать в Самарскую область в достаточном количестве. Авифавир стратегически необходим для лечения больных. От поставок зависит, как скоро остановится поток нарастания пандемии. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которую в режиме видеоконференции провел губернатор Дмитрий Азаров. Руководителю областного Минздрава поручено обеспечить ритмичность поставок лекарства. Концентрируйтесь на скорости поставки, сразу, конечно, концентрируйтесь и на объемах, и на ритмичности этих поставок. Все необходимые меры предпринимайте, надо отправляйте снабжаться на предприятие, договаривайтесь. Если мне нужно подключиться, кому-то сделать звонки, поддержать вашу работу, я готов. Ситуации в Самарской области относительно благополучные. Заболеваемость втрое меньше среднероссийских показателей. ЗАГСы, библиотеки, спортивные залы уже открыты. Теперь посетители должны проявить сознательность и строго соблюдать правила Роспотребнадзора. На коллективные тренировки пока допущены только профессиональные спортсмены и члены сборных команд. Те, кто привык посещать общественные места без масок, должны иметь в виду, что их могут попросить на выход. Правовые основания для этого есть. Это касается и болельщиков, которые придут на стадион Самара-Арена в игровые дни. 19 июня состоится матч 23-го тура Чемпионата России. Крылья Советов – Ахмат. Роспотребнадзор разрешил допуск на трибуны зрителей, но при условии, что их число составит не более 10% от вместимости стадиона. На стадионе Самар-Арена можно разместить 4231 зрителей. Все болельщики, которые попадут на стадион, должны быть в масках, перчатках. Мы этот вопрос проработали по обеспечению СИЗ и будем организовать эту работу непосредственно на стадионе в случае отсутствия таковых у людей. Снимать маски. Раздавать или продавать? Раздавать. Помогать в организации мероприятий будут волонтеры. Всего их задействовано почти 3,5 тысячи. В их числе постоянно прибывает. Сейчас региональные власти ждут новых послаблений со стороны Роспотребнадзора. На ближайшем заседании штаба рассмотрят возможность дополнительного смягчения ограничительных мер. Олег Зверев дарит рухово события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова